Вера Айратовна, смотрите, территориальная заявка на кредит онлайн с вашего личного кабинета сегодня поступила с Суздобайкалья по счетам. Ранее никаких операций по вашим счетам там не было. Скажите, пожалуйста, вы хотите доверенно или есть, возможно, у вас там имеется? Нет, никого нет. Никого нет? Хорошо, в таком случае мы фиксируем факт мошеннических действий по вашим счетам, так как после теми заявка была одобрена. Соответственно, мы ее отменяем, правильно? Ну, конечно, и это, наверное, мошенники? Да, Айратовна, по вашему счету, сейчас зафиксируем факт мошеннических действий. Смотрите, сейчас в целях вашей 12-й недобавности система нашего банка вам перенаправила смс-уведомление от отправителя ВДБ. Код из смс вы не разглажаете, это ваша персональная информация. Просто проверьте и убедитесь, что оно вам поступило. Так. Мы сегревали отсутствие переадресации. Да, 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 какое-то сообщение вижу. Поступило, ВДБ. Хорошо, как говорила вам ранее, позвы не разглашаете. И так как заявка поступила онлайн, скажите, владельным приложением ВДБ вы пользуетесь исключительно самостоятельно? Ну, конечно, на моем телефоне только установлено. На вашем телефоне. Хорошо, Альмира Айратовна, так как зафиксируем факт мошеннических действий, скажите, можете сейчас перейти в ваше мобильное приложение в режиме диалога? В личном кабинете сейчас находятся мошенники, и вы сами сможете увидеть заявку там, где у вас написано кредит одобрен и сумма. Технический отдел будет ее отменять сейчас. И на момент разбирательства мы обязуем застраховать ваше денежное средство на бесплатной основе. Вы не помните, открывали вы вклады или нет? Нет, не помню. Я говорю, у меня во всех банках открытые вклады, счета. Пложила телефон. Если вам вступил подобный звонок, то помните, что вы разговариваете с настоящими мошенниками. К сожалению, злоумышленники звонят не только обычным жителям нашего города, но и даже сотрудникам полиции.